Здравствуйте, друзья! Я Андрей Соловьев. Сегодня у нас очередной интересный повод порадовать общественность интересным и увлекательным видео. В данный момент я все еще нахожусь на выставке SEBIT в немецком Ганновере на стенде Мотороллы. И сейчас у нас очередной повод, который называется Motorola XUM. Вот тот самый планшет, о котором было много-много чего сказано. Наконец-то его можно подержать в руках. Вот такая вот штука. Очень напоминает iPad, потому что она тоже железная. Но при этом экран здесь вытянутый, не так как на iPad, и поэтому выглядит он достаточно компактно. Несмотря на то, что здесь те же самые 10 дюймов, эти 10 дюймов несколько вытянутые. Аппарат по весу примерно такой же. Опять же, как и Apple-овский планшет. Сверху вот такая пластиковая вставка. Скорее всего, здесь находится антенна и все причиндалы, связанные с встроенным 3G-модулем. 5-мегапиксельная камера на задней панели, двойная светодиодная вспышка. Здесь находится подрешетный динамик. И, что любопытно, кнопка включения вынесена тоже на заднюю панель. То есть, таким образом, когда вы держите в руках, видимо, вы можете включать не с боковой панели, а именно сзади. Зачем так сделано, не знаю, но сделано вот так. Далее сверху находится слот для установки сим-карты. Вот сейчас выпала карточка T-Mobile. Мы ее вернем на место. И разъем для подключения наушников. Дальше правая часть абсолютно пустая. Нижняя часть имеет два разъема. Это уже стандартный для всех современных устройств mini-HDMI. Дальше это по всей вероятности mini-USB и еще какой-то коннектор, скорее всего, для установки в док-станцию, имеющий какие-то свои собственные внутренние функции. Ну и, пожалуй, все. За исключением того, что здесь у нас еще есть клавиши громкости. На этом все кнопки на нем заканчиваются. Да, кстати, динамиков здесь, похоже, два. Вот они справа и слева. Перейдем, наверное, к самому интересному. А самое интересное у нас это, собственно, операционная система Android 3.0 Honeycomb. Попробуем познакомиться с ней поближе и посмотреть, на что же она способна. Итак, интерфейс системы теперь в большей степени напоминает даже не планшет, а ноутбук. То есть у нас снизу расположена такая же статусная панель, как, например, у Windows. Здесь есть часы, уровень зарядки аккумулятора, индикатор Wi-Fi. Причем мы можем сделать его покрупнее, увидеть все более интересным образом. Сразу же ватнуть регулировки. Все, что нам удобно. Включить режим Fly Mode. Соответственно, отменить или включить поворот экрана. Я думаю, что есть смысл увеличить яркость, чтобы вам было получше видно. Включить Notification, то есть напоминание. Ну и, соответственно, войти в настройки. Настройки самой системы. На данный момент, к сожалению, система не имеет русского языка, потому что находимся мы, к сожалению, в данный момент не в России. И для этого рынка предустанавливается только, вот, итог, точнее, сколько, 8 вариантов, не включая, естественно, наш великий и могучий. Естественно, на тот момент, когда планшет доедет до нас, поддержка русского языка, естественно, будет, потому что, как мы знаем в Android, никаких проблем с локализацией нет. И уже в системе 2.2.1 он присутствует и в системе 2.3, так что в 3.0 я на 100% уверен, что языки появятся. Итак, едем дальше. Если мы нажмем на вкладку About Tablet, мы можем посмотреть информацию о системе. Как видим, firmware version у нас 3.0, версия ядра, версия билда и так далее. Здесь много-много-много всего. Системная информация из up-to-date. Значит, сразу же предложение обновить систему, но он говорит о том, что все в порядке и ничего трогать не нужно. Дальше, вместо привычных кнопок, кстати, кнопки фактически, не то что фактически, отсутствуют вовсе, как видите. То есть, все выведено на меню управления на экране. Здесь нарисован стилизованный домик, кнопочка назад и кнопочка, видимо, для каких-то дополнительных вызовов контекстного меню. Итак, вот наша система. Вот так вот она движется. Сделан такой псевдо-3D интерфейс. У нас здесь существует большое количество столов. Мы можем сразу же перейти к поиску Google, нажав на левый верхний угол экрана. Дальше здесь есть голосовой поиск. С правой стороны список всех предустановленных приложений. Всех и, например, только загруженных. И, например, переход сразу же в Android Market. Не знаю, откроется он сейчас или нет. Но, судя по тому, что мы подключены к Wi-Fi, наверное, откроется. Кстати, было бы любопытно, например, скачать тест квадрант. Интересно. Квадрант. Даст ли он нам сейчас это сделать? Enter. Квадрант стандарт. Да, есть. Закачиваем. Как посмотреть, есть ли тут статусная строка? Не вижу. А, вот она же снизу. Конечно. Вот. Как видите, идет загрузка. Так что попробуем сейчас запустить даже тест производительности. Итак, инсталлинг, установка. Квадрант стандарт. Шоткат, то есть ярлык, установлен. Выходим назад и возвращаемся назад в операционную систему. Открываем все приложения, установленные, и находим квадрант. Давайте попробуем протестировать. Нажимаем полный тест системы и посмотрим, как себя проявит двухъядерная мощь Motorola XSUM. Итак, 12 тестов производительности CPU, один тест памяти, четыре теста ввода-вывода. Ну, естественно, двухмерная и трехмерная графика. Сейчас система заткнулась на видеодекодинг. Посмотрим, закончится ли это чем-нибудь, либо он просто повис. Но, в целом, хочу сказать, что сам отклик операционки на нажатие, на выдвижение, на перелистывание, он, конечно, сумасшедший. То есть, сказать, что это плавно, значит, не сказать ничего. Все просто происходит само по себе. Так что, все-таки двухъядерная мощность процессора, она оправдана. И, несмотря на то, что я был скептиком о том, нужны ли вообще все эти ядра, нужны ребята. Действительно, работает гораздо быстрее и гораздо приятнее. Ну, вот, похоже, что все-таки он завис. Как раз на видеоэнкодинг кодека H264 система просто-напросто висит. И единственный способ, это даже не реакция на клавишу Cancel, а именно нажатие на домик. То есть, переход в главное меню. Скорее всего, связано это, в первую очередь, с неоптимизацией под двухъядерные камни, которые являются сердцем этого чудо-девайса. Ну, давайте запустим, например, приложение камеры. Вот у нас сейчас задняя камера. И переключение на фронтальную. Фронтальная камера. Вот, загорелся красный светодиод. Тут какой-то человек даже до меня был. А, ну, собственно, это фото галереи. Выглядит это вот таким вот образом. Вот, естественно, есть мультитач. Вот, что он еще умеет? Наверное, все. Значит, возможность это отправить сразу же в Picasso Web Albums, в Bluetooth, в Facebook, в Twitter, ну, либо по Gmail. То есть, в принципе, все красиво. Менюшки вылезают очень плавно. Кстати, обратите ваше внимание, что, например, когда появляется меню, оно подсвечивается снизу и сверху таким вот синим ореольчиком. То есть, какой очень такой трехмерный интерфейс, как бы наслоение разных блоков. Вот, но выглядит действительно здорово. Могу сказать, что сначала, когда я взял первый планшет на операционке 3.0, я абсолютно стушевался, потому что я понял, что я ничего вдруг не понимаю в управлении этой системой. Она совершенно другая. она не похожа на то, что мы имели до того. И даже, собственно, операционка 2.3, которая сейчас максимальная для телефона, она все-таки является продолжением той ступеньки, которую Google задал еще с версии 1.6. Там 2.0, 2.1, 2.2. Это было просто эволюция одного и того же. Операционная система 3.0 совершенно другая. Она заточена под управление, под работу именно на планшетах. Здесь Google избавил производителя от необходимости, например, использовать не то, что аппаратные, но даже сенсорные клавиши. Они здесь просто не нужны. То есть, весь планшет теперь может представлять собой один сплошной экран. Само управление выведено, разнесено по углам. То есть, как я уже сказал, левая часть, нижняя предназначена для кнопок навигации, левая верхняя часть для поиска и обычного, и голосового, правая верхняя часть для приложения, добавление новых виджетов, и, соответственно, правая нижняя часть, так как мы все к нему привыкли, подчеркиваю, привыкли Windows пользователи. Это место, где традиционно находятся часы, батареи и уровень Wi-Fi. Могу сказать, что первый, так сказать, страх от использования этой операционки постепенно проходит, и начинаешь понимать, насколько действительно все продумано и органично сделано так, как это вот хотелось бы видеть на других планшетах. На новой операционке очень интересно решено добавление виджетов и кастомизации вот этих самых рабочих столов. То есть, мы в любом месте свободно нажимаем палец, появляется вот такая вот у нас дисплей, разделенная на две части. Верхняя часть посвящена рабочим столам, их у нас пять, а нижняя часть может быть разделена на виджеты, на ярлыки приложений, на заставки и, соответственно, какие-то дополнительные модули, которые можно вытаскивать на рабочий экран. Но здесь мы можем раскидывать то, что нам нужно, и кастомизировать таким образом, что сразу с одного экрана мы, например, вытаскиваем браузер на пятый экран, приложение Документ StoGo на второй, приложение, например, books добавляем на третий. Таким образом, они все занимают свое место там, где нам это необходимо. Выбираем любой виджет отсюда, например, я хочу, чтобы picture frame, то есть отображение картинок у нас было на этом экране. Сюда я его переношу, и он спрашивает, какой выбрать мне альбом. Беру альбом Family. Ну, не знаю, например, вот. Ага. Это возможность установить на рабочий стол фрагмент фотографии. То есть сейчас на этом столе вот у нас появился такой вот кусочек фото. Ну, то есть, как видите, совершенно потрясающие возможности. И самое главное, что действительно это здорово сделано и здорово продумано. В целом могу сказать, что новый Honeycomb начинает уже сильно нравиться спустя буквально 10 минут после начала знакомства. Ты понимаешь, насколько здорово и мощно подумали разработчики над тем, чтобы воткнуть сюда интересные, как бы нестандартные, необходимые функции. И все это сделано очень свежо и очень, я бы то сказал, необычно. Могу сказать, что в целом мне очень понравился сам по себе QSUM. Аппарат работает быстро, в руках лежит отлично. Мне нравится то, что он железный. И я думаю, что если на него не зарядят очень большую цену, у него действительно реальное будущее. Это реальный конкурент и первому, и второму iPad. А сама операционка от Google, я думаю, что даст 100 очков форы. Своему прямому конкуренту не будем показывать пальцем как умы. Это все, что я вам хотел сказать сегодня. Спасибо вам большое. Смотрите, мобайл уходит дальше. До свидания. Пока.